Жилой комплекс «Олимп» в 22-м корпусе. Продажи уже стартовали. Пожелаем нашим футболистам забить побольше голов, а выпуск продолжит рубрика «Около футбола». На этот раз слово Даниле Сорокину. Он расскажет историю футбольного мяча аж с доисторических времен. Смотрим. Футбольный мяч – такой знакомый и в то же время необычный предмет. Мы встречаемся с ним постоянно. На огромных стадионах, во дворах, в спортивных магазинах. А в связи с проведением чемпионата мира по футболу популярность этого снаряда только возрастает. Но откуда вообще взялся футбольный мяч и почему он круглый? Давайте выясним. Как ни удивительно, но первыми пинать мяч стали древние китайцы. Так что можно предположить, что предпосылки для игры миллионов сложились еще до нашей эры. Правда, играли тогда куском шкуры, набитым перьями и шерстью. Такой мяч китайцы старались забить в ворота – сетку, натянутую между бамбуками и шестами. Затем мячи стали делать из кожи. И только в 20-м веке появились прорезиненные. Более поздние игровые снаряды были сделаны из скрепленных между собой синтетических пластин. Форма нового мяча или мяча Венстминстера представляла собой ряды пяти- и шестиугольников. Именно они помогали игрокам лучше чувствовать мяч и его траекторию. Большой популярностью в наше время пользуются синтетические мячи. Первый из них – фирма Ацтека. Его представила футбольному миру Мексика еще в 80-х годах прошлого века. И все сразу отметили легкость и практичность этого мяча. Так в чем же разница между простым дворовым мячом и профессиональным? А вот на этот вопрос затрудняются ответить даже заядлые игроки. Попробуем обратиться к профессионалам. Вот этот мяч – это более он приспособлен для игры в футбол детям. Материал более мягкий, вес мяча более легкий. Вот этот мяч уже сделан для мужского футбола, более профессионального. И служит он намного дольше. Для футболиста решить момент какой-то будет проще вот этим мячом. Так как сосредоточиться на ударе и направить его, он полетит в нужную сторону. На сегодняшний день самым продвинутым считается так называемый умный мяч. Он впервые выкатился на поле 4 года назад. Его секрет – микрочипе, который сообщает судья о взятии ворот. Мало того, устройство фиксирует скорость полета и расстояние, если мяч прилетел мимо ворот. Для дворовой команды гораздо важнее другие качества мяча. Попроще и поощутимее. Хороший мячик, у него есть попырышки, и когда идет дождь, хороший мяч не скользит по ноге и не скользит по полю. У хорошего мяча предсказуемый отскок, а плохой мяч может лететь в любую сторону. Кстати, мяч уже давно перестал быть просто спортивным снарядом. Теперь это символ. Поэтому к каждому большому состязанию в FIFA разрабатывается свой футбольный мяч. И 2018 год не стал исключением. Символом чемпионата мира в России стал Теслар-18. Новый, стильный, русский. Данил Сорокин, Александр Сидей, Алексей Буланов, Юлия Левицкая. Новости дня.